всем огромный привет добро пожаловать на мой канал в сегодняшнем видео я хочу вам показать свой в общем я тут сегодня делала венское печенье кто смотрел мои закупки из продуктов с магазин лента у меня магазин ездили мои мужчины и купили венское печенье но я пока болела я говорила смотрела в общем всякую ерунду в интернете вот и нашла рецепт венского печенья правда но мне не совсем получилось я вам сейчас покажу как я его делала единственно что я как-то мало наверное у меня тесто как всегда вот то есть мне на мой противень надо реально чуть чуть побольше то есть ну в два раза наверное чуть чуть побольше тесто чтобы оно получилось такое воздушное рассыпчатое и плюс я его чуть-чуть все-таки пересушила стояла на мне 25 минут в духовке сейчас покажу вам рецепт так а я тут решила замутить венское печенье с вареньем у меня вот такое варенье есть старенькое мне кажется она из кружевника на самом деле не знаешь чего это варенье очень буду делать не замесила песочное тесто тесто как песочное мне кажется это обычное песочное тесто то есть 200 грамм растопленного сливочного масла или маргарина потом два яйца стакан сахара щепотка соли разрыхлитель теста и где-то у меня получилось четыре с половиной примерно стакана муки может быть чуть чуть побольше мукой обязательно просеиваю вот такой вот штучкой в общем сейчас одну треть этого я буду класть морозильник оставшуюся часть распределять на противень и и буду сверху смазывать вот этим вот вареньем варенье у меня такой очень густой мне кажется это кружевник не знаю небольшой кислинкой в общем буду такое варенье выкладывать вот вот так вот я разложила тесто на пергаментной бумаге но я его руками распределяю не скалкой потому что не распределяется скалкой вот сейчас буду выкладывать вот это варенье ци немножко достану из морозильника натру на крупной терке оставшиеся песочное тесто вот так вот у меня получилось сверху тесто конечно маловато что-то я отложила ну да ладно поставлю в духовку при температуре 200 градусов где-то на 20-30 минут посмотрим до готовности и вот такие вот они у меня получаются я тебя люблю и вот такие вот они у меня получаются может лучше нам будет они горячие сейчас остынут и будем пить чай вот такие уж тут кусочек попробовала очень вкусно правда мало поверх вот этого теста поэтому немножко немножко так подгоревший выглядит но в общем очень-очень вкусно еще сделала вот такой салатик вкусный мне я была назвала из того что было у меня было такой вот тунец кусочками рис отварной сюда добавила перец ласточка и помидорки заправила все обычным маслом вот таким и добавила немножко черного перчика и соли вот так вот вкусненько очень вкусно без майонеза и так же я снова сделала заказ магазине ламода потому что на первых я болела я решила что мне нужно теплое платье не свитера именно теплое платье ну такое бывает у меня и плюс я думала что у нас сентябре будет прохладно как обычно но нет у нас сентябре кстати достаточно жарко сейчас вообще вот я не знаю сколько на 20 градусов на улице очень тепло а у сына моего нету старшего моего сына он идет во второй класс нет нарядной такой рубашки с коротким рукавом только с длинным поэтому решила ему сказать плюс у меня провал джинсы поэтому нужно были джинсы в джинсах он в школу не ходит у меня в джинсах он ну такая парадная выходная там в киношка с друзьями куда-то в общем вне школы в общем ходит в джинсах вот поэтому сделала заказ сейчас вам его покажу и вот мой заказ на ламоде последний скажем так приготовление я вообще думала что у нас будет прохладно и 1 сентября у меня сыночек пойдет с футболкой с рубашкой с длинным рукавом я покупала такую красивую но так как у нас жара я заказала ему еще рубашечку с коротким рукавом и такой нежно такого голубого цвета тоже отличного качества она как шелковая такая идет размер в размер тоже она удлиненная вот заправлять брюки самое то и еще взяла ему такие джинсики тоже я вам ссылочки оставлю джинсы стоили всего лишь 800 рублей 840 по-моему они мне обошлись рубашка уже не помню честно 1000 с лишним она стоит вот и кое-что себе сейчас покажу а себе я заказала вот такие два платья я уже все вещи которые заказала ехо погладила постирала вот на сыночке я не буду мерить потому что он пойдет мне ну как бы 1 2 сентября да и в общем он сейчас пока снимет в общем заново придется гладить поэтому уже наверное во влоге со 2 сентября я покажу как смотрится рубашка но джинсы обычные джинсы да вот она себе я покажу заказала два платья таких уже тепленьких платья но видно из-за того что я болела я решила что мне нужно мне нужно что-то теплое первое в это вот такое платье это марка вот так вот дороти перкинс наверно так правильно называется это платье мне обошлось 903 рубля к нему идет вот такой поясок на талии единственное оно такое немного ведь прозрачная но с колготками осенью будет мне кажется отлично на такое очень мягенькая такое классно ведь и такого зеленого но на в жизни она более темно-зеленая и 2 это вот такое платье который просто меня покорила она идет по фигуре да здесь внизу расклешенная а это именно по фигуре длина миди очень классная заказывала двух размеров это у меня размер с и я еще заказывала м но м к очень видно вот в этой области в области бедер что нам невелика поэтому я взяла песку единственно что вот это платье на мой взгляд не на большую грудь потому что вот здесь вот она узенькая и она не очень хорошо тянется вот вот это платье тоже не сильно тянется но она мне кажется на любую грудь подойдет вот а вот это нет она вот здесь достаточно узенько смотрится просто вот это вот мне понравилось больше всего это обошлось мне где-то в районе трех тысяч вот но платье классно и она сделана такой из вискозы очень классненько такое трикотажное внутри вот такое то есть тепленько в общем сейчас покажу как все это дело смотрится на мне и так вот это первое зеленое платье мужчины не хотят меня снимать они у меня заняты понимаете ли делают навес для своей лодки и для прицепа в общем я вам тоже его покажу вот но кстати и вот на телефон и именно при таком освещении передается правильно цвет потому что пыталась на камеру снять передает правильное освещение камера почему-то не передать пыталась красиво завязать бантик не получилось вот всеми туфликами дело мне кажется очень милое платье единственное что видите она немножко просвечивает ну что мы такой на рубежом на белье одеть очень миленькая симпатичная то есть она ведь немножко как бы силуэт ног просвечивает вот но мы так очень-очень как-то научиться красиво завязывать бантики и вот это платье обошлось 903 рубля вот он правильно передает оттенок такой темный зеленый насыщенный кажется на зиму на осень вообще супер 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 вот такое и длина такая хорошая как бы не сильно длинная не сильно при этом короткая так что супер и вот второе платье которого я просто без ума вот она мне безумно безумно нравится конечно животик на животик уж никуда не тянется вот так вот она выглядит очень классная такое прям не знаю супер единственное что она вот в этой области немножечко такое ну то есть на мой взгляд не на большую грудь вот лично мне прямо безумно понравилось такое длина такая супер прямо с туфельками она такая плотненькая супер супер животик такой достаточно плотный материал то есть видите длинный еще рукав не знаю мне кажется вообще супер платье единственное что все-таки не для большой груди как я уже сказала он такой плотненькая здесь такие как бы обманки то есть просто сделано как бы типа она застегивается но она не застегивается что такое вот вот тут мои мужчины работают делаю такой навес для своих ты работаешь ты работаешь нет халявит такие столбы у меня муж молодец выкладывает будут хранить свою лодку прицеп у нас тут желтая слива поспела вкусно вот такая много правда есть будешь не любит он сливы вот такой вредина такой по ягодкам у нас пойдем ягодки дает маленький уже правда но вкусный да улитки шоу папе помогать малинка моя вот эта желтая малинка мы которым сажали вроде ничего тут даже он тут вроде цветочки пускать пытается пустить правильно погода хорошая сегодня у меня еще такой день буду готовиться к первому сентября у меня у нас уже было собрание родительское но я не ездила ездил мой муж потому что ну я болела я кстати уже практически выздоровела у меня остался только кашель такой достаточно сильная но лечу его и младший сынок у меня тоже приболел тоже кашляет но и он соответственно у меня пока не будет ходить в садик я пока даже не ходила к педиатру не брала никакие справки ничего вот поэтому младше у меня под закосит немножечко вот я кстати рюкзак с прошлого года который мы покупала он стоил всего полторы тысячи вот такой найковский вот обычный самый простой я думала что он такой тонкий я думала что он его порвет видите но оказалось нет оказалось он вообще выжил единственное что конечно покутался немножечко я постирала просто стиральной машинке бросила 600 оборотов сколько тридцать градусов с такими жидким порошочком постирала и он вообще практически как новенький то есть я думаю еще но не то что в этом году походит наверное в этом году еще походит тем более он ему нравится мы купили только новый пенал поэтому круто в общем сейчас разбираю этот канцелярию всю детскую вот нам же выдали все учебники сейчас к тебе покажу учебники по английскому языку супер учебники просто вот кстати учебники по английскому языку которую выдали школа смотрите какие классные учебники слушайте я помню мы когда начали изучать английский язык у нас учебники были но чем-то схожи тоже такие типа тетрадок вот но там открываешь и сплошной был текст никаких вот таких рисуночков ничего такого не было вот мне кажется по такому учебнику я вообще с удовольствием училась бы в школе не ну кстати английский язык у меня всегда хорошо было нехорошие отметки были по английскому языку в принципе если все вспомнить это просто полистала вот ну я как-то пыталась дома сама повторить вообще английский язык потому что все это конечно забывается вот но как-то мне неудачно это все было вот но если так вот посмотреть вспомнить то как бы да я помню еще английский язык вот учебники просто посмотреть какие классные я тоже хочу в школу сейчас буду их все в этом в обложку мне в обложку меня пленка такая куплена в общем в общем мама собирается во второй класс эти вот не сын мама а так что такие учебники на самом деле по таким учебникам я бы сама с огромнейшим удовольствием училась у меня кстати спрашивали по какой программе учится мне ребенок у меня учится ребенок по программе 21 век очень интересная программа кстати на мой взгляд ничего там такого супер сложного нету да у них больше заданий у них больше материала не изучают такого второстепенного скажем так но при этом мне кажется очень интересно не знаю моему ребенку интересно у меня у ребенка только русский плохо идет это вот это да это самый нелюбимый его предмет из всех он не обожает только математику вот но в общем на сегодня я буду с вами уже прощаться буду собирать разбирать тот поход на стол бардак на столе внутри стола буду разбирать у ребенка еще не знаю что-то покидываю но без него я обычно не выкидываю спрашиваю надо не надо то что сам он ничего не разберет вот пока разбирала нашла тут и пластилин оказывается у него есть в общем все вот сегодня буду с вами прощаться надеюсь вам понравилось такое видео на было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал оставляйте свои комментарии оставляйте свои комментарии по поводу венского печенья но я реально готовила во первый раз вообще мне иногда пишут там что торт кривой еще что-то но я все дело в первый раз и я считаю что ничего такого нет что показать не идеальный какой-то рецепт до который вот прямо вот вылезом то что я готовлю впервые и кстати при этом можно понять какие ошибки допустим можно допустить при там приготовление да вот я лично пересушила то есть надо не 25 минут а 20 минут если даже не меньше ставить и больше тесто на мой большой противень вот и все вот и кстати муж сказал побольше варенья делать положить туда на варенье надо такое прям густое чтобы она не вытекала на мой взгляд вот так что очень жду ваши комментарии не забывайте подписываться на мой канал нажимайте колокольчик всех люблю целую до новых встреч